МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жестокое избиение школьницы в Нижнекамске потрясло татарстанцев. В нашей республике 2025 год станет годом защитника Отечества. Послание Раиса Татарстана. Главные смыслы. Социальный проект-навигатор для особенных детей. Как усилия группы неравнодушных людей делают мир чуточку лучше? Люди явления события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте. В эфире 7 дней. Студия Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Социальный капитал, скажем так, увеличился у меня за счет новых людей. Друг без друга не можем. Уезжаешь в отпуск, я уже скучаю по ним, по-моему. День воссоединения с Россией. Как служат наши бойцы на передовой? Особое внимание семьям военнослужащим, самим военнослужащим мы должны оказывать. Вместе мы сила. Победа будет за нами. Без берега, без бульдравоса. Послание Рустама Миниханова. Главные смыслы. В школе произошел инцидент. Подробности она мне сказала. Она сказала, что вот они там подрались с мальчиком. Ребенка могут по решению суда, например, направить в Центр временного содержания несовершеннолетних. Причины и следствия. Избиение школьницы в Нижнекамске. Кто виноват и что делать? В самом начале программы ответим на вопрос, какой главный тезис обозначил в своем послании Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов Государственному совету на этой неделе. По моему мнению, он прозвучал в самом начале выступления. Рустам Миниханов сказал, в Республике комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей. Все остальное, развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, строительство новых предприятий, дорог, театров и общественных пространств. Все это для жителей Республики. И во имя жителей Республики, чтобы каждый из нас мог хорошо жить, плодотворно работать на благо своих близких и всего общества в целом, строить свой дом, семью, рожать и расти детей, обеспечивать их счастливое будущее. Согласитесь, другого смысла у жизни просто нет. Все остальное прилагательное. Абсолютно логичным продолжением этой мысли прозвучал тезис о необходимости защиты наших традиционных ценностей. Примечательно, что в своем выступлении Раиса Татарстана употребил один из главных лозунгов Великой Отечественной войны Советского Союза против нацистской Германии. Известные слова «все для фронта, все для победы» становятся вновь актуальными. На новые вызовы жителей Республики отвечают сплощенности и гражданские солидарности, оказывая помощь фронту. Но, как совершенно верно подметил Рустам Мениханов, сражение идет не только на полях Донбасса и Курска. Самая главная война сегодня идет на идеологическом фронте. И она во многом определит наше будущее. Сейчас идет борьба за умы наших детей. Крайне важно минимизировать влияние враждебной пропаганды. Серьезную обеспокоенность вызывает вовлечение молодых людей деструктивное сообщество, попытки их вербовки террористической организации и склонения к совершению преступлений. И прошу депутатский корпус снести предложение по ужесточению ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Раис Татарстана подчеркнул нашу с коллегами особую роль. Роль средств массовой информации в идеологической войне за молодые умы и сердца. И сказал он об этом в самом начале своего послания. И в этом, безусловно, заложен важный посыл. Кому нужны достижения, рост экономики, если не обеспечен суверенитет страны, преемственность поколений, сохранение базовых ценностей нашей цивилизации? Идеология, вы знаете, не терпит пустоты. Если пустота возникает, ее заполняет враг. А потом он заполняет и физическое пространство, занимает территорию. Именно в такой последовательности. Очень бы хотелось, чтобы руководители всех уровней нашей республики наконец поняли значение средств массовой информации в современных условиях. Услышали слова Раиса Татарстана. Общественное мнение, особенно среди молодежи, формируется через средства массовой информации и новые медиа. Профессионализм и ответственность редакторов, журналистов и других медийных деятелей определяет качество и достоверность информации, которая создает настроение в обществе. Крайне важно оперативно доводить до населения проверенную объективную информацию. Не допускать распространения фейков. Повышает медиаграмотность населения. Ключевая роль в этой работе отводится республиканскому агентству Татмедиа. Как председатель союза журналистов Татарстана выражу общее мнение коллег. Сегодня работники нашей отрасли испытывают большие материальные трудности. Больше 10 лет не индексировалось финансирование. Необходимо обновлять материально-техническую базу, переходить на новые информационные технологии. Но теперь появилась надежда, что положение изменится. В своем послании Рустам Мениханов несколько раз обозначил значение Татарстана в общероссийском масштабе. И прежде всего он подчеркнул особое место Татарстана в развороте российской политики на юго-восток. Усиление сотрудничества с исламскими государствами. Татарстан с каждым годом усиливает свой роль в развитии взаимодействия России и его регионов с мусульманскими государствами. Необходимо продолжить укрепление торгово-экономических, научно-технологических, социальных, культурных связей со странами организации исламского сотрудничества. Важнейшая роль Татарстана в срыве попыток англососонского мира изолировать Россию лично мне уже кажется очевидной. Начиная с первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева, наша республика строила мосты сотрудничества с исламскими государствами. И теперь они пригодились. Еще одна важнейшая цель республики общероссийского масштаба была сформулирована президентом моего сердца Рустамом Менихановым в ходе послания к Государственному Совету. В целом в республике создан мощный фундамент для технологического лидерства, включающего передовую IT-инфраструктуру, талантливых специалистов, сильную научную базу и всестороннюю государственную поддержку. Наша цель не просто поддерживать текущий уровень, а совершить качественный скачок, который позволит Татарстану быть российским передовым центром в сфере искусственной интеллекта и цифровых технологий. Согласитесь, Татарстан как российский центр информационных технологий – это очень амбициозная задача. Но у нас есть все предпосылки для этого. Город будущего Иннополис, IT-парки, учебные заведения, такие мощные компании, как ICL и многое другое. Ну какой еще регион может сравниться с Татарстаном? Наверное, Сколково, Москва, Новосибирск с Академгородком. Нам, конечно, еще многое предстоит сделать, чтобы оставить позади эти регионы. Но это фантастический по своему масштабу и значимости проект. Просто дух захватывает. В Америке Кремниевая долина, а в Татарстане – наноинтеллектуальная долина. Чем мы хуже? И еще одно направление развития Татарстана в общероссийском масштабе обозначил Раис Рустам Миниханов. Выгодное географическое положение, развитые дорожные, транспортные и логические инфраструктуры позволяют республике стать узловым центром по Волжье транспортного коридора Север-Юг и Запад-Восток. Напомню, транспортный коридор Север-Юг пролегает от Санкт-Петербурга до Индии. Он объединяет 11 государств и в будущем кардинально изменит карту экономического сотрудничества России и всего мира. Коридор Запад-Восток свяжет Китай и Европу. О других темах послания наш корреспондент Тимур Бекмурзин. Уже после оглашения и анализа послания Миниханова, журналисты подсчитали, что это было одно из самых объемных и продолжительных обращений Раиса к Госсовету. Оно длилось 1 час 23 минуты. Для сравнения, год назад Рустам Миниханов уложился в час 10. Но дело не в цифрах. Послание 15 по счету и первое выступление Раиса перед новым составом Госсовета и в то же время завершающий для него в этом году статусе главы республики. В 2025 году грядут новые выборы Раиса. Соответственно, объемное послание еще и некое подведение итогов, наш ответ на вызовы времени и постановка задач на будущее. Ожидаемо начал Рустам Миниханов с темы специальной военной операции и поддержки наших воинов на фронте. Некоторые из них были в зале, и это уже стало доброй традицией посланиями Миниханова приглашать на них соотечественников, трудовые и семейные династии, победителей школьных олимпиад, учителей и передовиков сельского хозяйства. И вот зал стоя аплодирует героям СВО, защитникам Отечества. Минуты и молчание почтили память тех, кто отдал жизнь за Отечество и мирную жизнь будущих поколений. Наши защитники, наши опоры, и мы обязаны сделать все, чтобы позаботиться о них на фронте, поддержать их семьи в тылу, а также создать условия для эффективной адаптации после возвращения участников СВО к мирной жизни. Это не просто тезис обращения, а наказ Раиса для всех депутатов, правительства, представителей гражданских институтов. Особое внимание семьям военнослужащим, самим военнослужащим мы должны оказывать, и эта задача поставлена перед всеми органами власти, что очень важно. Контролирует нас, помогает во всем. Я даже учиться поступил в аграрный университет лесного хозяйства в культете. Сейчас вот буду реабилитацию ложиться, то есть без внимания остаемся. Все установленные меры поддержки и льготы должны неукоснительно предоставляться. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Формальный подход здесь не допустим. В целом в республике Тарстан данная работа выстроена системно, но мы должны делать все для того, чтобы, еще раз говорю, эта поддержка продолжалась и была на самом высоком уровне. Алла Верса, дай Бог, мы победим, наши герои вернутся. И мы должны и обязаны, хочу обратить внимание, наша ответственность и обязанность создать все необходимые условия для их максимально эффективной адаптации и возвращения к мирной жизни. При этом преклоняясь перед тем, что делают на фронте нынешние защитники Отечества, мы не должны забывать, что они являются продолжателями традиций своих отцов, дедов, прадедов. Поколение победителей – одно из главных политических заявлений Рустама Миниханова в самом начале своего послания. В 2025 году вместе со всей страной мы отметим самый главный праздник – 80-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Победа, которая без привлечения является нашим главным достоянием и предметом особой гордости. В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю годом Защитника Отечества. Начал именно с Защитников, чувствую, что он переживает, чтобы и определился, чтобы в следующий год был День Защитника, как можно быть быстрее, чтобы, ну, победили мы, была победа за нами. По традиции Рустам Миниханов много говорил об экономике, это его конек, прозвучали ключевые цифры и важные установки. Так, Раиса Татарстана ставит очередную знаковую планку – объем ВРП в 5 трлн рублей уже по итогам текущего года. Еще одна цифра, озвученная Минихановым, наглядно демонстрирует вектор развития нашей экономики последних лет. Ему надо следовать и далее. Из более чем 35 млн тонн, добытой в республике нефти, 24 млн, то есть близко к 70%, мы перерабатываем на собственных предприятиях и установках. Среди лидеров отрасли Рустам Миниханов назвал Татнефть и Сибур, который уже готовит к запуску стратегический проект по производству этилена и П-600. На очереди еще один масштабный завод по производству Гексена. Машиностроение КамАЗ и Солерс расширяет линейку продукции, развиваются предприятия холдинга Ростех. Эту корпорацию Рустам Миниханов выделил особо, благодарил за сотрудничество. На авиационном заводе продолжается модернизация производства самолетов Ту-214. На вертолетном запущен крупнейший производственный учебный центр. Заводу необходимо завершить все процедуры по выводу на рынок вертолета «Ансад» на полностью отечественной базе комплектующих. Успехи в экономике дают основу для реализации масштабных задач в социальной сфере. Уже сам факт, что Татарстан в текущих непростых условиях сохраняет огромное количество социальных и прочих бюджетных программ, говорит о многом. Однако республика заявляет о новых проектах, в частности реализации масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Еще один важный стратегический задел Руслан Мениханов поручает в дело в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Для этих целей в Татарстане появится новая комплексная программа. Прошу правительства совместно с Академией наук до конца года изучить лучшие региональные практики. По данным направлениям подготовить соответствующие предложения по внесению необходимых изменений в республиканские программы и систему управления ими. Не только поддержка крупного бизнеса, не только реализация масштабных проектов, но и строительство развития инфраструктуры, позволяющие стартапам, малому бизнесу реализовать свои проекты. Это очень важно. Индустриальные парки, промышленные площадки, особые экономические зоны. Передовые инженерные школы. Передовые инженерные школы, которые готовят кадры. Говоря о извечной проблеме дефицита кадров, Рустам Мениханов отметил, подготовку специалистов нужно проводить по целевому принципу с учетом потребностей предприятий. Эта проблематика перекликается и с другой темой – упорядочение потока мигрантов в нашу страну. Рустам Мениханов сказал и об этом. Сейчас задача не сокращения притока мигрантов в республику, экономически это нецелесообразно, а именно наведение порядка в этой сфере с учетом положительного опыта предприятий. Нужно, как в старые добрые времена, чтобы промышленные компании строили общежития, арендное жилье, служебное и обеспечивали свой персонал именно кадрами, которые смогут достичь тех результатов. Поэтому есть решения, есть задачи. Я думаю, будем выстраивать всю промышленную политику на созидание. Еще одна важная тема в экономике, без которой не обходится ни одно послание – сельское хозяйство и поддержка аграриев. В этом году, с учетом неблагоприятных погодных условий, Татарстан соберет неплохой урожай – 3 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Республика полностью обеспечивает свои внутренние потребности и активно работает на экспорт. Мы искренне благодарим вас за ваш труд, за вашу работу и аплодисментами. Аплодисментами Бигзуру Ахмадовичу. Особые слова благодарность хотел бы в этой части сказать в отрасль компании «Татниф» и «Таев». Вот эти две компании обеспечивают наших сельхозпроизводителями дизельным топливом по льготной цене. Бигзуру Ахмадовичу. Бигзуру Ахмадовичу. Бигзуру Ахмадовичу. Бигзуру Ахмадовичу. Бигзуру Ахмадовичу. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Итак, в своем послании к Государственному Совету Рустам Мениханов объявил 2025 год Татарстане годом защитника Отечества. 30 сентября отмечается новый праздник страны. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Наша республика ежедневно помогает своим солдатам, которые сегодня отдают свой долг Родине. Репортаж Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова из зоны проведения специальной военной операции. Полторы тысячи километров впереди. Для некоторых это первая командировка в зону специальной военной операции. 17 автомобилей в колонне, плюс еще десяток на трейлерах. Средства передвижения находятся и внутри кузова. Колонна идет разными путями и встречается в обозначенной точке. Здесь их уже ждут представители разных воинских подразделений, сформированных в Татарстане. Мотоцикл Днепр, который вернулся через десятилетия на родную землю. Вот такие вот квадроциклы, чтобы ездить по бездорожью быстро, не привлекая внимания. Такая вот техника порой бывает даже нужнее, чем у УАЗики или Нилы. Мотоцикл, например, с которым можно прицепить вот такую тележку для вывоза раненых или подвоза продуктов, боеприпасов. Что-то из этого не увидеть в обычной продаже. Когда-то предназначалось для гражданских целей, пригодилось и на войне. Средства связи и радиоэлектронной защиты, и борьбы с дронами, беспилотники воздушные и наземные. То, что сами бойцы заказывали. Власти, общественные организации, предприниматели просто неравнодушные люди. Не так важно, от кого именно эта поддержка. Важно, что здесь понимают, что малая родина заботится. И это помогает, в том числе и морально. Здесь особо ценно все, что может спасти жизнь. Даже то, что изначально предназначалось для нападения. Охотничьи ружья – еще одно существенное дополнение к вооружению на фронте. Приобретение у граждан из-за их желания сдать на пожертвование оружие, осуществляется в упрощенном порядке. Граждане приходят в лицензионаршительный отдел с оружием, с паспортом, с документами, патронами. Совместно с представителем московой части армии составляется наговор пожертвования от приема передачи. В Татарстане более 70 тысяч оружий находится у 40 тысяч владельцев. Поэтому запас есть и данное оружие очень необходимо. Передача происходит практически напрямую, из рук в руки бойцам. Представители Росгвардии убеждаются в том, что оружие легальное и у владельца есть все документы, и оно дальше приносит пользу. Даже не задумываясь, мы позвонили и сказали, когда можно прийти сдать. Нам назвали даты, и вот мы пришли с коллегой, он тоже сдает здесь. У меня вот два ружья и патроны, то есть то, что есть, дробь. Я надеюсь, что они принесут пользу и приблизят хоть на сколько-то к победе. Давно не охотишься, лежит просто пылица. А так будет использоваться в хорошем благородном деле. Охотничьи ружья в зоне специальной военной операции используются почти по прямому назначению. Для охоты на летающих. Гладкоствольные ружья, они очень эффективны, борьба с дронами. Особенно в сумерках, когда плохо видно, вероятность попадания очень большая. Оружие с дробью, с мелкой дробью. Как-то отбиваемся. Вот откуда берется это оружие с мелкой дробью? Что-то с гуманитарки, что-то Минобороны дает. Дробь разбираем, перебираем на более мелкую, чтобы радиус поражения был больше. Старший разведчик с позывным «Казань» из Мензелинска. На гражданке работал дальнобойщиком. Призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. С тех пор многое изменилось в обстановке и в сознании. Приехал с рейса и пошел в военкомат. Сам? Сам. То есть не ждал повестки? Не ждал. Пошел. Родина мать как, родину надо любить. Более, наверное, жизнь начинаешь ценить. То, что какие-то даже семейные проблемы, по сути, это уже не проблема. Здесь, когда 120-й калибр летит, у тебя, да, проблемы. Когда Фипи-Ведрон в этот блиндаж залетает во вход, да, думаешь, у тебя проблемы. А там, ну, это все решается. Ничего сложного как бы нет. Надо ценить жизнь. Выжить. Победить их. И победителям вернуться домой. За отвагу и мужество, проявленные при исполнении войскового долга. Поначалу каждый из них не до конца понимал, что происходит. Обучение проходили в танковом училище. 24 сентября произвелось. В 22-м году. Помню, что на работе вручили повестку. И через день, по-моему, уже в военкомате собрали. Сказали, что на следующий день убываем. И началась движуха, там, вещи, не вещи, еще что-то с собой закупить. Тогда еще не знали, что эти боевые действия будут отличаться от всех, что были ранее. Сначала оказались в Сватово, сейчас на Авдеевском направлении. Как бы вспоминается страх в первые дни. Этот страх само собой как-то прошел? Страх? Ну, этот страх, как объяснить, страх того, что ты не знаешь, куда попадешь. Как бы не боязнь чего-то, не боязнь то, что ты будешь голодным, либо не проживешь. Ну, не боязнь дождя или грязи, а именно боязнь вот этого положения, ситуации, куда ты попадешь. Неважно, кто напротив, важно, кто рядом. Такая вот надпись на шевроне у командира отделения из набережных Челнов. Здесь научились ценить близких, которых не так давно еще и не знали. Новый круг людей появился, знакомых, с которыми в любом случае и дальше будем продолжать общаться. Социальный капитал, скажем так, увеличился у меня за счет новых людей. Друг без друга не можем. Уезжаешь в отпуск, я уже скучаю по ним, по-моему. Здесь устаешь наоборот от этого всего, домой охота, а дома наоборот уже, возможно, даже привык к этой жизни. Там люди немножко другие. Вот вы даже другой человек. Более спокойный, чем мы. Те же самые, но какие-то другие, не знаю как. Тут взгляд даже у ребят, кто прошел Авдеевку, посмотрите, там взгляд другой. Ирина, Кирилл, очень сильно вас люблю, очень сильно соскучился. Скоро, надеюсь, будем дома. Скоро это все закончится. Люблю. Привет родным и близким, любимой жене, Марине, родителям и всем родственникам, кто меня увидит. Мы все хотим, чтобы вы вернулись домой живыми, здоровыми, чтобы, соответственно, вы обнялись с родителями, с близкими, с женами, с детьми. И, соответственно, с победой вернулись домой, ну и поели треугольников и чак-чак. Спасибо вам всем за боевую работу. Спасибо, ребята. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. В школе произошел инцидент. Подробности она мне сказала. Сказала, что вот они там подрались с мальчиком. Ребенка могут по решению суда, например, направить в Центр временного содержания несовершеннолетних. Причины и следствия. Избиение школьницы в Нижнекамске. Кто виноват и что делать? Рустам Миниханов провел заседание Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Рассмотрели высокотехнологичные проекты для нефтегазохимической отрасли и медицины. Ксенон как наркоз без осложнений и побочных эффектов презентовала компания из Мариуполя. Рустам Миниханов встретился с послом Китайской Народной Республики в России Чжан Хуньхуэем. Делегация КНР находилась в Казани с рабочим визитом. Обсудили укрепление и расширение деловых контактов. Рустам Миниханов с рабочей поездкой находился в Москве. В Кремле он принял участие в заседании Президиума Госсовета по развитию экспорта. Его провел Владимир Путин. Рустам Миниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в России Данг Минхоем. Обсудили дальнейшее укрепление связей, в том числе на межрегиональном уровне. В Татарстане общее выполнение программы «Наш двор» составляет 97%. Об этом сообщили на совещании в Доме правительства Республики Татарстан с Рустамом Минихановым. Принял участие Алексей Песошин. Так, выполнение дорожных работ в рамках программы составляет по республике 99%. Основная часть муниципальных районов уже завершили дорожные работы по программе «Наш двор». С днем машиностроителя, который отмечают сегодня, поздравил всех работников отрасли машиностроения и ветеранов Раиса Татарстана и Рустам Миниханов на том же совещании. Раиса Татарстана также сказал, что второй год в нашей стране отмечается важная дата – день воссоединения новых регионов с Россией – 30 сентября 2022 года. Это новые субъекты в составе Российской Федерации – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. Рустам Миниханов поручил министерствам и ведомствам главам районов обеспечить проведение тематических мероприятий, посвященных Дню воссоединения новых регионов с Россией. Кроме того, 1 октября будет отмечаться День пожилых людей. В рамках ДК до пожилых людей с 1 по 10 октября Рустам Миниханов поручил организовать участвование ветеранов на предприятиях и в организациях. Особое внимание уделить родителям участников СВО и погибших бойцов. Раиса Татарстана провел встречу с делегацией Республики Сенегал во главе с министром энергетики, нефти и горнорудной промышленности Республики Сенегал. Обсудили совместное партнерство в области промышленности и вспомнили о договоренности создания совместной группы для дальнейшего сотрудничества. Мы продолжаем программу «Семь дней». Избиение пятиклассникам маленькой девочки в одной школе Нижнекамска не могло не вызвать столь резкой реакции всего общества. На кадрах, слитых в сеть, мы увидели озверевшего, не имеющего никаких тормозов, психически неуравновешенного подростка, со всей силы пинающего в голову девочку. Которая, если бы он попал ей в висок, могла получить гораздо более серьезные увечья, чем сотрясение мозга. Девочка в больнице и надеемся, что все у нее будет хорошо. Сразу хочу ответить всем, кто пишет в социальных сетях о временах и нравах о деградации современного школьного образования. Я учился в обычной 55-й школе Казани в 70-е годы, в районе Дворца Химиков. Это было время начала расцвета подростковых группировок. Грязь, кинопленка, жилка, квартала, дом-ботинка. Эти слова были повседневной жизнью всех казанских подростков того времени. Мне повезло, я жил в хитром дворе на декабристов. У нас порядки были не такие суровые. Представляю, как было непросто нашим педагогам. Но с нами учились отмороженные пацаны, которые по окончании школы получили справку вместо аттестата. Так они в отместку ночью расколотили камнями окна класса нашей классной руководительницы. Все было. И били, и деньги отнимали, и драки регулярные. Одно но. По крайней мере, у нас это происходило вне стен школы. На заднем дворе, на улице. Это я к тому, что не надо идеализировать советское прошлое и советскую систему воспитания. Днем были бравурные пионерские линейки с громкими лозунгами. А вечером эти же «пионеры» мотались по микрорайонам в поисках жертв. Работа с молодежью велась формально. Молодежные организации, пионеры и комсомол не имели ничего общего с реальной жизнью подростков. Два мира, официальная пропаганда с лозунгами и пустыми речами и жестокая уличная реальность существовали параллельно, практически не соприкасаясь друг с другом. Социальное двуличие в эту эпоху стало нормой. Говорили одно, думали другое, делали третье. Знакомая картина, не так ли? Избиение подростка младшей школьницы в Нижнекамске поразило всех тем, что это произошло средь бела дня в коридоре переполненной школы. Никто долго не приходил ей на помощь. Никто не остановил взбесившегося подростка. Если бы не видеозапись, не сомневаюсь, все бы спустили на тормозах. Ну, детки немного повздорили. Бывает. Не должно быть так. Если жестокостью не бороться, она становится нормой. Татьяна Тимошенко продолжит. Школа Нижнекамска держит информационную оборону. Администрация комментариев не дает, что известно. Драка произошла до уроков. Телефоны не успели собрать. Одноклассница пострадавшей успела нажать на кнопку записи. Мне позвонила учительница, которая в данный момент заменяет их классного руководителя. То есть, с ее слов, в школе произошел инцидент. В школе произошел инцидент. Подробности она мне не сказала. Она сказала, что вот они там подрались с мальчиком. Ожесточение поражает. Мальчик старше девочки. Удары ногами, удушающий захват. Нападающий разжимает хватку после укуса и добивает лежащий ударом ноги в голову. Драка началась из-за пластилина. Пятиклассник отнял его у третьеклассницы. Она его пыталась остановить. Проводится внутренняя проверка. Данный случай будет рассмотрен на школьном совете профилактики. С приглашением родителей обучающихся и инспектора по делам несовершеннолетних. Вечером Регина Мухаммедшина отвезла дочь в больницу. Девочка до сих пор находится там. Диагностировано сотрясение мозга. Ребенка, по ее словам, после драки осмотрели визуально. Признака травмы не обнаружили. В медкабинет она так и не попала. Ребенка просто отправили домой, известив маму о потасовке. Об ударе по голове мама узнала после того, как одноклассница дочери переслала ей то самое видео. Вот эта учительница, которая, я не могу сказать, что она равнодушно проходит, потому что она все-таки кричит там что-то ему, говорит там, что ты делаешь, и он вроде как бы от нее отходит, да. Но в то же время она к ней не подходит. И она не ускоряет шаг. Для нее это как будто вот, не знаю, она вот так идет, идет, и как будто она и вообще в класс хотела уйти. Но все-таки она поворачивается, конечно, видео обрывается. Я надеюсь, что она ее все-таки подняла. Формально проходящий мимо учитель действовала по инструкции. Драка практически прекратилась. Мальчика остановили от возможных других действий. Администрацию школы и маму об инциденте известили, но поражает неторопливость учителя. И если бы не публикация в соцсетях, жестокое избиение третьеклассницы, скорее всего, так и осталась бы потасовка на перемене. После публикации на странице мамы родители начали сообщать о подобных инцидентах с тем же участником драки. Этот мальчик ударил мою дочь кулаком по голове. Она гуляла в парке. Пока я выбегала из дома, он убежал, но мальчики его поймали. Хотела отлупить, но не стала. К родителям он меня так и не отвел. Позвонила учителю. Скорее всего, у него дома такое происходит, раз для него это норма. Родители мальчика на школьный разбор так и не пришли. Маме не позвонили. У школы нет воздействия на родителей. Никаких инструментов. То есть что может педагог, учитель сделать, если какая-то ситуация вопиющая в школе, нестандартная, двойку поставить? За что? За поведение? Нет такой статьи, нет такой графы. Выгнать из класса тоже нельзя, выгнать из школы тоже нельзя. Что с ним сделать? Сейчас ребенка могут по решению суда, например, направить в центр временного содержания несовершеннолетних, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. Также, то есть он может находиться в центре временного содержания несовершеннолетних до 30 суток. Ситуацию под контроль взяла уполномоченный по правам ребенка. Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления 293 статьи Уголовного кодекса. Это халатность. Межведомственная работа не только со стороны уполномоченного, но и наших служб. Это и Министерство образования Республики Татарстан, это и психологическая служба, и ПДН, для того, чтобы в дальнейшем этого не повторилось. Это не первый случай детской жестокости в образовательных учреждениях Татарстана. В прошлом году в Дербышках на спортивной площадке в школе ученик ранил ровесника ножом. В Ченнинском социальном приюте «Ассалтаж» старшие воспитанники жестоко избили младшего. Действительно, в последние годы мы стали подвергаться большему стрессу, и дети в том числе. Для подростков характерно такое, знаете, еще дикотомическое мышление, когда я разделяю, вот есть я, мы, моя группа, да, и есть ты, другой человек, ваша группа. Соответственно, если то, что меня касается и моей группы, я буду отстаивать, да, а другой, это просто чужой. И, соответственно, чужого я воспринимаю как врага, значит, нужно его что сделать? Ну, такое слово скажу, да, добить. Повлиять на так называемых трудных детей в школе практически невозможно. Уголовная ответственность наступает с 14 лет в случае нанесения тяжелых увечий или смерти, а в более нежном возрасте постановка на учет или административный штраф. Изолировать агрессора посредством исключения довольно сложно, да и куда он пойдет? В другую школу? Жесткая конкуренция, стирание гендерных отличий, но самое главное – стрессы, с которыми дети, а педагоги часто говорят, это зеркало родителей, не справляются. Здесь помимо школьных психологов нужны еще и клинические психологи, которые могут работать с данной категорией лиц с трудными детьми, с трудными подростками. Которые проявляют агрессию? Которые проявляют агрессию, жестокость. В случае жестокости последний месяц один за другим. Нижний Тагил к ссоре двух подростков присоединяется третий, сбивает зачинщика, наносит удары ногами, в результате которых подросток теряет сознание. А это ТВА. В избиении школьницы участвуют мальчики и девочки от 10 до 14 лет. В отношении законных представителей детей составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А были еще и Челябинск, и Балаганск. Дети нападали на сверстников с ножами и молотками. Вопрос, кто вырастет из этих детей, не риторически. Вечерняя улица в Ульяновске, проходящий мимо 46-летний мужчина, избивает продающую цветы пожилую женщину. Объяснить свою агрессию после задержания он не смог. Мотива не было. По-детски попросил понять его. На фоне школьных ЧП депутаты Госдумы вносят законопроекты, касающиеся буллинга в школах. В том числе и кибербуллинга, блокировки соответствующего контента в соцсетях. Но не значит ли это, что выявлять агрессоров станет сложнее? Ведь большинство разбирательств происходит в результате общественной реакции. Если школа становится закрытым бастионом, отстаивая свою позицию в конфликтных ситуациях, то в этой крепости дети должны оставаться под справедливой защитой взрослых. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней. Я принципиально против того, чтобы обвинять во всем учителей школы, где произошло избиение девочки. У них сегодня очень тяжелая неблагодарная работа. В конце концов, именно после окрика педагога озверевший подросток прекратил жестокое избиение. Больше всего у меня возникает вопросов к родителям мальчика, которые к пятому классу не смогли привить своему чаду нормы общественного поведения. Что нельзя, не то что людей, даже братьев наших меньших, бить ногами по голове. Помните у Есенина? Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Самое печальное. Из таких детей социопатов потом могут вырасти подонки, способные на любую гадость, даже по отношению к своим близким. Но будет уже поздно. Конечно, этому мальчику нужна консультация психолога. Ему, я считаю, еще можно и нужно помочь остановить его превращение в законченного морального урода. Но главное, конечно, ему нужны любовь и внимание родителей. Положительный пример близких людей. Наш следующий сюжет как раз о любви. О свойственном каждому нормальному человеку чувстве сострадания и желанию помочь ближнему. Согласитесь, именно эти чувства отличают нас от диких, человекоподобных зверей. В ходе предвыборной кампании я много ездил по республике, объездил более 20 районов Татарстана. И в набережных Челнах познакомился с замечательным человеком, кандидатом в депутаты, руководителем группы кампании «Союз-регион» Андреем Липуновым, который с группой единомышленников решил помогать особенным детям коррекционной школы Челнов. Скажите мне, есть ли более гуманная и благородная миссия, чем возвращать к нормальной жизни детей волею судьбы, обделенных и в чем-то ограниченных? Такие дети в нашем, что греха таить иногда, в жестоком обществе часто становятся изгоями. Андрей Владимирович Липунов, настоящий ответственный предприниматель и человек с большим сердцем, решил помочь особенным детям. Нет, он не дарил им подарки, как делают многие. Как говорится, он не раздавал рыбу, он купил удочку, чтобы дети научились эту рыбу ловить. Андрей Владимирович построил мастерские, где школьники получают возможность овладеть профессией и адаптироваться к жизни за порогом коррекционной школы. Подробности у нашего корреспондента Диляры Юсуповой. Еще ничего не знаем и доверчиво заходим в самый обычный школьный кабинет и попадаем в настоящий гостиничный номер. Готовка, сервировка и лебеди на белых простынях. Я сначала складываю пополам, то есть треугольником его. Потом мы берем за здесь, скручиваем его, чтобы он ровно стоял. Ну, клюв, чтобы не падал. Двигаемся поэтапно по кругу. Сначала правильно застели постель. Чтобы по весеннюю быть оттеняковые, ровные. Потом отведай винегрет, сделанный по всем канонам гастрономии. Чтобы все овощи не окрасились в цвет свеклы, надо свеклу перемешать в подсолнечном масле. Спасибо. Держите. Сейчас я испорчу красоту чуть-чуть. Сейчас не для камеры, но прям достойно. У них есть специальная технологичная карта, наглядное пособие, чтобы видеть и запоминать. А это волшебная салфетка. Номера по порядку изгиба. Вот эта тряпка прономерованная. У нее есть 16 поверхностей. Сворачиваем пополам. То есть по этим линиям? По линиям, да. Вытираем сначала влажную, чтобы было чище. Следующую поверхность, по номерам 2. Вытираем второй стороной, чтобы меньше было влажно. Как и все школьники, они сильно волнуются. Учебный год только начался, они уже узнали много нового. Проект «Навигатор» в этой коррекционной школе для деток с особенностями развития – это еще один шаг для адаптации их во взрослый мир. Мир, где точно знают – моешь пол шваброй, не забудь отжать. В среднем ведре у нас хранится обычная вода, а в большом у нас хранится вода со средством, но мы средства не добавляем, потому что мы пока что школьники. Также сюда входит отжим очень хороший. То есть нам не надо просто брать, вот так расстегивать и выжимать руками. Это юный Артем, он будущий директор гостиницы. Он сам так сказал. Не мудрено, самая высокая работа начинается снизу. Убираешь пол – убирай на все сто. На кондитеры, наверное? На кондитеры. Ты любишь готовить? Да. Или любишь сладкое есть? Готовить. А есть не любишь? Люблю. А это Максим. У него есть нарушение речи, но это не мешает ему быть мастером сервировки. А вы умеете сделать из салфетки произведение искусства? Когда буду учиться в колледже на автомеханику, помимо этого буду работать официантом, чтобы зарабатывать деньги. Каждому ученику здесь индивидуальный подход. С ребятами работают не просто педагоги, психологи. Каждый найдет занятие по душе. Необычное оснащение кабинетов, где еще вы видели целый дорожный звуковой патруль, на школьной стене. Ребята постарше учат малышей правилам дорожного движения. Это знак означает пешеход-переход. Дорожный знак 5191. Пешеходный переход. Когда открывали этот класс, мы пригласили на открытие этого класса и городскую администрацию, и ГАИ, и КАМАЗ. И самое главное, что даже когда была первая презентация этого класса, дети начали называть не просто знаки, а полностью номер этого знака, что он означает. Это депутат Андрей Липунов пришел посмотреть, как тут все работает. Это была его инициатива помочь детям с ограниченными возможностями. А началось все просто. Шахматные доски. А потом, как закрутило и завертелось. Началось все с шахмата. То есть здесь есть настенные шахматы, которых было всего две доски. Мы говорим, еще нужны? Да, нужны. И, по-моему, на сегодняшний день 15 или больше шахмат уже по всей школе повешено на стены, где дети в перемены играют. Они даже сделали больше. Они сделали на полу, разной плиткой, шахматную доску. И большие фигуры сделали, и дети еще и на полу играют. Мы режем основу на мелкие пластины, потом мы режем основу на кубики маленькие. Мы кладем в посудку, кладем в микроновку и ждем. Мы следим, чтобы мыло не топилось. Разные специальности по нескольким направлениям. Ландшафтный дизайн, гостиничное дело, автомеханика и многое-многое другое. Еще не вступив в этап взрослой жизни, они учатся самым разным профессиям. Это значительно повышает их шансы попасть в колледж. Да что там колледж? Уже сейчас изделия продаются. Деньги потом идут на помощь таким же, как они. Мы участвовали в спас-ярмарке. Мы там заработали денежку, нам дали денежку. И мы на эти деньги купили вот гуся, гуся-бимусь нашим детям, первоклассникам. Хореографическому ансамблю «Березка» исполнилось 75 лет. И мы готовим им подарки. Мыло, изготовленное из их эмблемы. Подарок на память, немного мыла и много любви. Это видно повсюду. Стены, парты и даже снаружи. Все словно раскрашено цветными карандашами. Сказочное ощущение. Данный проект, который стартовал два года назад, изменил жизнь нашей школы. Наши ребята сегодня получают не только знания. Наши ребята получают новые навыки, которые они будут использовать в будущем на работе, где-то в рамках профессиональной деятельности. И не только там, но и в обычной жизни. Эти навыки им очень пригодятся. Наши ребята выезжают в теплицы горзелинхоза. Сейчас, конечно, это называется парк культуры отдыха, предприятия. И мы их официально трудоустраиваем. И мне очень приятно получать очень хорошие, добрые, положительные отзывы о наших детях. Они говорят, работники, что ваши дети как трактора. Мы не успеваем им готовить фронт работы. То есть они берут и делают, делают, делают. Нравится ребятам. Это здорово. А вот, кстати, и то, о чем говорит директор. Микрозеленью руккола, базилик и, конечно, желтые хризантемы. Букет ностальгии и грусти по уходящему лету. Никита знает о мире ботаники больше, чем кто-либо. Настолько, что не может усидеть на месте. Я на проекте «Навигратор» узнал, что выращивать растения можно круглый год. Вот, например, зимой на этих стилозах мы выращиваем микрозелень. Можно же установить? Давай. В ходе наблюдений мы узнали не так же, благодаря дополнительному освещению, на которых стилозах растения растут лутцы. Я так понимаю, что ты прям вот увлекаешься ботаникой? Ну да. Ну так, наполовину. Наполовину так. Такое. Такое? Да, да, да. Очень интересно, конечно, детям. Они прям с такими блестящими глазами приходят сюда. Интересуются, когда у нас кружок, да запишите нас и так далее. Очень интересно. Развивают, конечно, у детей именно творческие, конструктивные мысли. Сами удивляются, как вот вроде бы какие-то профили алюминиевые, какие-то запчасти, болты и так далее. Можем собрать такие уникальные модели. А вот и самый взрослый серьезный этап. Школьники здесь постарше собирают настоящий механизм. Алмаз явно будущий механик. Учителя не скрывают, что делают на него ставку. Мало кто из взрослых разбирается в сборке-разборке так же, как и он. Его коллега Дима тоже подходит к делу со всей тщательностью. Воздух пошел, а это значит тут вот прокол. Возможно, их ждет работа на самом главном предприятии города – КАМАЗ. Впрочем, двое учеников уже стали частью большой команды профессионалов. Саша – выпускник этой школы, теперь работает на складе. Демонстрирует нам механизм действий. Работа, может, и не сложная, но ответственная. Справка. Сюда. Набирочку. Его не отличить от нормы типичных молодых людей его возраста. Да и мечты все по классике, как у любого обыкновенного подростка. Хочется красивой жизни с видом на Красную площадь. Чтобы жить на Красную площадь. Да. Ну так, рядом, да. На часы. Да. Чтобы зимой так, 31 декабря смотреть. На Каплево. Сниму. Буду жить потихоньку. Сам Саша, в принципе, очень быстро освоился. Быстро начал, даже сам проявил инициативу в работе. Так как склад имеет автоматизированную систему управления складом, Саша тут же освоил работу с терминалом сбора данных, с компьютерной системой. То есть, в принципе, очень эффективно и хорошо работает. Теперь у ребят появилась альтернатива по выбору будущей профессии. Они участвуют и в известном проекте Обилимпикс. Это только начало. Проект дает шанс распорядиться им могут сами ребята. Их успехи – это награда за их победу над собой. Диляра Исупов, Андрей Ключников, 7 дней. Что я хотел сказать в послесловии к этому сюжету. Я знаю немало богатых людей, которые до сих пор меряются друг с другом длиной и толщиной золотой цепи на шее и другими размерами. Они поклоняются золотым истуканам, не осознавая, что теряют душу, превращаясь в фарфоровые копилки, которые неизбежно превратятся в прах. Помните фразу Пушкина? Там царь Кощей над златом чахнет. Гениально сказано – чахнуть над златом. Судьба людей, для которых главный смысл жизни – деньги. С собой никто ничего забрать не сможет. Мы приходим и уходим из этого мира голыми. Единственное верное предназначение богатства – это созидание. Изменение жизни к лучшему, причем не только своей. Потому что среди трущоб дворцам не выжить. А лучшие инвестиции – это инвестиции в человека. В Татарстане, в Зеленодольском районе, при поддержке сетевой компании, мощно развивается целый энергопромышленный кластер, в который входят передовые предприятия-отрасли, объединенные в технопарк «Искра Волга». Именно на его базе федеральная компания «Россети» совместно с нашей сетевой компанией и «Промэнерго» провели недавно интереснейшие всероссийские соревнования, которые показали – в энергетической отрасли уже есть отечественные разработки и специалисты, готовые обеспечить технологический суверенитет России. Как это было? Какие впечатления увозят из Казани наши друзья-партнеры? И почему такие состязания полезны всем? В нашем следующем репортаже. Глядя на весь этот антураж, как-то язык не поворачивается назвать эти соревнования внутренним чемпионатом «Россетей». Во-первых, масштаб. В Казань приехали более 100 участников. Во-вторых, география. 26 команд, судей, экспертов, приехали с разных регионов страны – от Краснодара до Тюмени. В-третьих, организация «Татарстан и Казань», как всегда, на высоте. На церемонии открытия, как на самых престижных стартах, все по классике. Парад участников, красочные выступления артистов. Приветствия почетных гостей и организаторов. Команды из разных подразделений Россетей, а также участников из Татарстана и Башкортостана тепло поздравили с началом стартов. Генеральный директор сетевой компании Шатвардиев особо отметил, что эти состязания не просто испытания для специалистов со всей России в области учета электроэнергии и оптимизации потерь. Это потрясающая возможность для обмена опытом. Весь комплекс учета позволяет визуализировать распредсети. Визуализировать высоковольтные сети. Молодцы! Молодцы, что мы здесь, что мы вместе. Мы вместе, Петру Лрабо. Спасибо вам, успехов! Я с вами. Спасибо большое. Всероссийские соревнования профессионального мастерства работников блока реализации услуг группы компании Россети. Почему они проходят именно в Татарстане, под Казани, у вопроса из разряда риторических? Потому что у нас накоплен колоссальный опыт проведения международных, в том числе соревнований и форумов самого высокого уровня. Ну а кроме того, мы сейчас находимся на площадке на территории индустриального парка «Искра Волга». И это очень удобное место не только для проведения самих соревнований, но и для обмена опытом и лучшими практиками. Ну а кроме того, в этом году впервые соорганизаторами и партнерами соревнований выступили наши компании. «Промэнерго» и «Сетевая компания». Соответственно, «Татарстан» на этих состязаниях представляет сразу две одноименные команды. Для «Сетевой» это не первые такие старты. Россети проводят их с 2019 года, и наши парни в один год даже становились чемпионами. В этот раз родные стены, похоже, немного давят. Шесть полноценных дней напряженной борьбы, когда теоретические этапы чередуются с практическими заданиями и так называемыми полевыми выездами к конкретным потребителям. Посмотрите, как вдумчиво, без суеты работает команда из Россети «Кубань». Татьяна Воприцкая и Валерий Кузьменко выполняют одно из основных заданий конкурса «Монтаж трехфазного прибора учета в шкафном исполнении». Единственная на этих состязаниях смешная команда «Девушка-парень» идет на хороший результат, но ребята боятся спугнуть птицу удачу раньше времени. Пока что идем, давайте так. Идем – это уже хорошо. Дючина – призовое место, скажем так. Ну, надеемся. Надеемся. Ну, а там посмотрим. По крайней мере, мы стараемся. Да и конкуренты сильны, а условия для всех одинаково хорошие. Такое помещение светлое, просторное. При том, что много участников, нам всегда есть где разойтись. Площадки у нас, опять же, работать комфортно, замечательно. Нас водят, нас кормят, нам предоставили прекрасное проживание, место. Показатель не только скорость монтажа, но и правильная последовательность всех действий и соблюдений правил безопасности. Зачем очень внимательно следят эксперты на каждом этапе. Здесь уже у нас 16 команд, 16 рабочих мест. И площадка «Промэнерго», спасибо им очень большое, они предоставили большое помещение. Командам не надо ютиться. И здесь есть возможность в нормальных условиях продемонстрировать свои навыки. Еще одна фишка этих соревнований по запросу Россетей. Впервые организаторы сетевой компании «Промэнерго» подготовили специальную зону для монтажа однофазных приборов учета прямо на опоре, как говорят, в сплит-исполнении. Это один из этапов соревнований для татарстанских участников менее знакомый. Сетевая компания такие счетчики и решения пока не практикует. Тем не менее, ребята с заданием справились, по скорости все отлично, хотя и не без потери баллов. Ребята с данными приборами учета не работают, потому что эти счетчики монтируют всегда подрядчики. Была поставлена задача разобраться именно с установкой на опоре. Не только слаженность и быстрота, но и способность анализировать, принимать верные решения и важные качества классного специалиста в сфере электростевого хозяйства. У аналитиков отдельные компетенции, более того, для них соревнования начинаются, как правило, за несколько месяцев до непосредственных стартов. С анализа так называемых подозрительных точек поставки электроэнергии. У нас потери в сетевой компании имеют достаточно низкий уровень, и они 6,54%. Но мы так в республике улыбались, думали, что мы, в принципе, на должном уровне, и у нас не найдут потери. Аналитикам точно было не до шуток. Их задача состояла в том, чтобы либо подтвердить свои подозрения в том, что есть безучетное потребление, либо опровергнуть их. Если после выезда на место очаг потерь подтверждался, команда получала дополнительные баллы, а сетевая компания соответственно полезную информацию. В этом многоквартирном доме, частном домовладении, есть потери, и с ними надо работать. Отметим, что участники соревнований показали не только способности анализировать, но и когда этого требовала ситуация, действовали смело и креативно. Один из коллег с Россетей удаленно поучаствовал в чате населенного пункта, где люди делились о том, каким образом можно не заключать договор с избытовой организацией. И вот он прям целенаправленно пришел в то место и составил акт бездоговорного употребления. А это одно из самых важных и ценных достоинств таких состязаний. Не общение, обмен опытом и лучшими практиками. Для этого организаторы отдельно расстарались, организовав на площадке и мини-выставку, и специальные экскурсии по площадкам технопарка «Искра-Волга», и насыщенную деловую программу. 80% успеха – это, безусловно, заслуга организаторов, то есть именно местных, и завода, то есть промплощадки, и, собственно говоря, сетевой компанией. Так что коллегам огромное спасибо. И все-таки соревнования есть соревнования, хотя проигравших точно не было. Команды-победители и победители в отдельных номинациях были. И церемония награждения запомнилась многим. Поздравляем наших знакомых из Россетей Кубань с первым местом, которое они разделили с коллегами из московского региона. Лучшие аналитики всероссийских соревнований – Юрий Прокопец из команды Россети и Ольга Лапо из Россети МЭС Сибири. Лучшая команда Россети Урал. Поздравляем и наших парней с призовым третьим местом и бронзовыми медалями отличились Айрат Мустафин и Ильнас Шакфуров. Последние три модуля мы выложились на 100%, и по результатам этих результатов мы добились успеха. Площадка шикарная, она сейчас уже создана. Мы не хотим с ней расставаться. Я думаю, что мы будем проводить соревнования внутренние, причем соревнования среди подрядных организаций. Тимур Бекмурзин, Влад Поташников, Александр Лобанов и Андрей Ключников. Семь дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте. В студии Амирхан Калимулин. На предстоящей неделе Татарстан останется под влиянием обширного антициклона, охватившего большую часть европейской территории России. Сейчас подробнее. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на северо-востоке Татарстана практически всю неделю будет облачно. Солнце выглянет только во вторник и в четверг. Дожди возможны только в воскресенье. Температура днем будет опускаться с 22 градусов до 15. Ночью с 12 до 6. На юго-востоке в будни переменная облачность. Во второй половине недели пасмурно. Осадки в течение недели маловероятны. В субботу и воскресенье прогнозирует дождь. Днем температура будет снижаться с 22 в начале до 15-16 в конце. Ночью с 11 до 7. В центре республики солнца будет больше. Малооблачную погоду обещают практически всю неделю. Только воскресенье облачно и дождливо. Температура днем в будни 21-22. Выходные 16-18. Ночью от 11 до 6. На юго-западе Татарстана практически все 7 дней будет солнечно и без осадков. Туча прогнозирует только воскресенье. Температура днем 20-24 в рабочие. И 16-18 в выходные дни. Ночью с 7 до 10. На северо-западе республики и в столице Татарстана практически всю неделю малооблачно. Дожди ожидаются только в следующее воскресенье. Температура днем сначала 20-23. Затем 16-18. Ночью 8-12. Это все о погоде в ближайшие 7 дней. По сообщению синоптиков, в целом нынешний сентябрь один из самых теплых за весь период наблюдения. Средние температуры превышали норму на 3 градуса. Продолжаем наслаждаться теплой погодой. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!